Всем привет! Меня зовут Павел Косенко. Мне ужасно не терпится протестировать свой новый микрофон. И у нас сегодня замечательный для этого повод. Завтра, в понедельник, 25 октября, мы планируем анонсировать бета-версию плагина D-Huncer для Adobe Photoshop. Я даже подчеркну, наверное, что это первая бета-версия, потому что, скорее всего, через некоторое время выйдет вторая. На момент записи этого видео скачать этот плагин для Adobe Photoshop с сайта D-Huncer нельзя. И, скорее всего, нельзя будет скачать в течение пары недель, потому что все это время плагин будет находиться в стадии бета-тестирования. Получить его в этот период можно через чат D-Huncer в Телеграме. Ссылку я оставлю в описании. Там можно, соответственно, будет установить плагин и получить двухнедельную лицензию для его тестирования бесплатно. Давайте я вам покажу, как, собственно говоря, плагин работает и что он из себя вообще представляет в своей первой версии. Для примера мы откроем вот такое вот изображение. Это DNG-файл с айфона. Поэтому открывается он у меня в первую очередь в модуле Camera Raw, то есть модуль, который делает RAW-конвертацию. Если вы снимаете на iPhone, так же, как и я, я рекомендую вам в первую очередь убрать параметры Sharpening и Color Noise Reduction, выставить их в значение 0. Почему это необходимо? Потому что это некий процессинг внутренний, который предусмотрен Apple и который портит изображение. На самом деле, смотрите, если я убираю, то уходит перешарп. Если я его на максимум выставляю, то вот те самые артефакты, которые мы так не любим в обычных JPEG'ах с айфона. К счастью, если мы снимаем в DNG, у нас есть возможность от этих артефактов полностью избавиться и получить довольно чистое изображение, приспособленное для дальнейшей нормальной уже обработки. Нажимаем File Open. Нормальная обработка – это, конечно же, Dehanser плагин. Когда вы его установите в группе Filter, вот здесь вот, у вас появится Dehanser.com и внутри него плагин Dehanser Film. Запускаем его и давайте я вам расскажу, что здесь вообще у нас происходит и чем этот плагин отличается от плагина для DaVinci. Отличается он тем, что в данном случае интерфейс находится в наших руках и у нас появилась возможность сделать его более удобным, чем в DaVinci. В первую очередь мы разделили все пленочные профили на группы. Мы можем выбрать отдельно цветные негативные пленки, отдельно кинопленки, например, да, отдельно только позитивные или, допустим, черно-белые пленки, отдельно список получить и не видеть ничего другого, что нам будет мешать в выборе пленочных профилей. К сожалению, в плагине DaVinci так сделать невозможно. Этот плюс, которым мы пользуемся в плагине для Adobe Photoshop. Что еще мы можем сделать? Мы можем любой пленочный профиль, который нам нравится, выбрать и занести в список избранных. Вот нажимаем сердечко, сердечко появляется у этого профиля в верхнем левом углу. И теперь мы можем работать только со списком наших фаворитов, то есть только те профили, которые мы в этот список занесли, что тоже, конечно же, очень удобно. Что еще принципиально важно отличает этот плагин для Photoshop от плагина для DaVinci? Мы реализовали здесь систему пресетов. Мы можем выбрать любой пленочный профиль, который нам нравится, справа накрутить каким-то образом настройки этого пленочного профиля и сохранить в виде пресета. И в дальнейшем применять этот пресет к другим фотографиям, что тоже, конечно, невероятно удобно. Структурно по интерфейсу, если пробежаться, у нас есть возможность скрыть левую панель и тем самым увеличить поле самой фотографии для более детального рассматривания ее в процессе обработки. Это удобно сделать, когда уже выбран пленочный профиль, и мы, собственно, переходим к настройкам справа. Вот что еще у нас есть. Есть стрелочки Ando и Redo, то есть вперед-назад одно действие. Есть возможность скинуть всю обработку, которую мы сделали, в ноль. И есть настройки самого плагина общие, в которых фактически только три вещи на текущий момент. Первое – это возможность скачать все профили. То есть, когда вы устанавливаете плагин, вам нужно будет скачать профили первый раз, а в дальнейшем периодически их проверять, чтобы они у вас все время были свежие и подгружались новые профили. Они постоянно добавляются. На сегодняшний момент 63 пленочных профиля. Ну, скорее всего, мы планируем довести их не меньше, чем до 100. Мы эту работу делаем не спеша, потихонечку. И вот пара-тройка профилей в месяц обычно у нас появляется новых. Также здесь есть кнопочка «License Info», с помощью которой вы можете работать со своей лицензией. То есть, либо активировать ее, либо деактивировать. Соответственно, лицензию вы можете либо получить двухнедельную, триальную, либо купить на сайте. И есть настройка для быстрого превью размер рендера. Но она по умолчанию стоит 10 Мп, и, собственно говоря, можно на этом и оставить. Нажимаем «Close», возвращаемся к самой фотографии. Давайте попробуем ее обработать. Для этого мы будем использовать настройки справа. Справа это инструменты. Их довольно много. Сейчас пробегусь, расскажу кратко про каждое из них. Инструменты, которые работают вместе с пленочным профилем. То есть, обычно мы выбираем сначала пленочный профиль, а потом настраиваем наш лук, так называемый. То есть, вид нашего изображения. Кстати, еще одно удобство. При выборе пленочных профилей, как вы видите, мы нарисовали маленькие превьюшечки. Это тоже, к сожалению, невозможно никак сделать в плагине для DaVinci. Вот. Как мы выбираем профили? Ну, визуально, как нам нравится. Кроме этого, со временем, конечно же, у вас появятся любимые профили собственные. Вы занесете их в списки фаворитов. Вы сделаете пресеты. Вот. Ну, а для начала, когда вы ознакомливаетесь, имеет смысл просто пробежаться по всем, там, или по основным превьюшечкам, которые вам нравятся. Они все очень интересные. Ну, давайте, например, попробуем обработать. Ну, пускай будет вот этот профиль. Кодек Эктар 100. Эта пленочка пускай будет. Как посмотреть изображение до? Нужно просто нажать пробел. Нажимаю пробел, вижу картинку до. Отпускаю, картинка после. Что здесь мы можем настраивать? Давайте пробегусь по параметрам и расскажу, в какой последовательности с ними имеет смысл работать. Экспанд задает белую и черную точку у изображения. Двойной клик по вот этой круглой пимпочке возвращает умолчательные параметры. Принт позволяет сделать изображение темнее, светлее, контрастнее, менее контрастнее. Позволяет управлять таким параметром, как цветовая плотность. Это не сатурейшн, это отдельный параметр. Он ближе всего к свойству насыщенности фотобумаги. Отдельно сатурейшн тоже можно работать с ним, причем в минус, потому что в плюс мы считаем это неправильно. Увеличивать сатурейшн. Есть возможность снизить контраст изображения с помощью аналог рейнш-лимитера. Вообще подробно обо всем этом есть в других видео, поэтому я так ознакомительно скорее сейчас это пробегаюсь коротко. Фильмгрейн. Это зерно пленочное. Его тоже можно каким-то образом настроить. Можно размер, количество и так далее выбрать разный. Я его, конечно же, буду обязательно использовать. Color Head. Это инструмент работы с балансом белого, если грубо совсем рассказать. Это скорее классический аналоговый способ. То есть это так, как происходит работа с балансом белого при оптической печати фотографий. Hallation. Hallation это замечательный инструмент, который позволяет нам получить вокруг ярких объектов контурных красную засветочку, такую пленочную. Bloom это свечение, тоже светов. Я все покажу, как это выглядит. Виньетка. И, собственно говоря, здесь пока все. Возможно, во второй бете мы добавим также профили не только пленок, но и профили печатного носителя. То есть можно будет выбрать, либо мы печатаем на бумагу, либо мы печатаем на кинопленку. Возможно, мы добавим чисто технический баланс белого для исходника. Это классический баланс белого, к которому вы все привыкли. И, наверное, остальные инструменты для фотоизображения не подходят. Такие как Gateway, FilmRes. Они для динамически двигающегося изображения. Соответственно, им просто нечего делать со статической картинкой. Но даже без принт-профиля это абсолютно полноценный уже инструмент, которым можно вполне работать. Как мы его, собственно говоря, используем? Допустим, мы уже выбрали пленку и дальше настраиваем. Сначала я всегда рекомендую определиться с яркостью и контрастом. В данном случае, конечно же, надо сделать изображение несколько потемнее, потому что оно слишком светлое изначально. И такой важный момент, когда мы работаем с яркостью и контрастом, если мы планируем использовать виньетку, на этом же этапе нужно ее включить, потому что она сильно влияет на общие яркости и контраст изображения. Вот я включаю ее сразу же, потому что я планирую использовать виньетку. В Диханцере очень аккуратно работает, не так, как в других местах. Функция экспозиции аналоговая здесь, и виньетка тоже очень и очень аналоговая получается. Конечно, я ее с помощью виньетки сконцентрирую внимание на главном объекте этой фотографии. Но и общая моя экспозиция, конечно же, сильно очень стала меньше. Однако я не хочу ее возвращать именно с помощью экспозиции, потому что экспозиция здесь тоже аналоговая. Это функция печатного носителя снятая. Если мы будем возвращать, мы будем терять контраст нашего изображения. Поэтому мне важно оставить экспозицию достаточно низкой, но можно просто-напросто поднять белую точку. То есть мы делаем изображение достаточно темным, но при этом достаточно контрастным. Вот, например, вот так вот. До, после. То есть мы, собственно, только начали обрабатывать и уже совсем-совсем далеко ушли от цифрового изображения в сторону аналогового. Разобравшись с яркостью и контрастом, кстати, контраст тоже можно было бы повысить, но в данном случае, я считаю, этого не требуется. Возможно, что чуть-чуть можно еще черную точку поджать, да, то есть сделать контрастным снизу. Нам вот эти вот детали, вот эти они, они не важны здесь. Нам гораздо важнее общий контраст до, после. Разобравшись с яркостью и контрастом, можно перейти к балансу белого или там к колор-хеду в данном случае. Возможно, чуть-чуть бы я его, это изображение, охладил. Ну, прям совсем чуть-чуть. Инструмент, работу инструмента можно посмотреть вот с помощью этой галочки. То есть мы убираем воздействие этого инструмента, либо его включаем. Ну, да, вот стволы деревьев стали, чуть-чуть на них появилась прохлада, и мне это нравится. В данном случае я так, пожалуй, и оставлю, потому что вот в таком варианте у меня не покидало ощущение некоторого теплого такого налета на фотографии. Вот так мне нравится больше. Дальше давайте поработаем с эффектами, то есть холейшин, это пленочный эффект. Вообще ощущение пленочного изображения, оно состоит из большого количества мелких деталей, которые вот в данном случае реализованы в виде отдельных инструментов. Каждый из них по отдельности, может быть, не очень большой вносит влияние, но по факту ощущение очень сильно от пленочного изображения увеличивается. Первый самый эффект, который очень сильно влияет, это зерно. Давайте увеличим картинку и посмотрим, как это работает. Вот здесь вот можно нажать кнопочку вот эту вот один к одному, и отключить зерно и включить зерно. Пожалуй, можно чуть-чуть увеличить его влияние, то есть чуть-чуть сделать его более заметным. До, после. Да, вот так оно как-то помягче и получше работает, особенно вот это видно в более светлых частях. А если мы увеличим еще и размер зерна, то, наверное, станет совсем хорошо. До, после. Да, вот такой вариант зерна мне нравится. Другие я не буду параметры менять. Перейдем к следующему параметру. Это halation. Контурное свечение, когда появляется красный ореол вокруг очень ярких контрастных объектов. Здесь, в первую очередь, halation мы будем ожидать вокруг перил этой картинки. Давайте я сейчас перемещу изображение. Смещу немножко, смотрите, вот до, после. Вот если внимательно вы будете смотреть на перила, то вы увидите этот эффект. Чтобы сделать его более заметным, я, пожалуй, могу увеличить локальную диффузию, размер ее, видите, и могу увеличить умножитель Amplify. Вот сейчас она прям все засветилась. Но я это сделал для того, чтобы просто вам показать, что такое halation, как он вообще образуется. Конечно, мне в таком виде, в таком размере он не нужен. Я, пожалуй, уберу локальную диффузию. Но, кстати, можно чуть-чуть усилить видимость этого эффекта. До, после. Да, пожалуй, мне так нравится больше. Давайте посмотрим в полном размере. До, после. У нас засветились деревья тоже, потому что там тоже много контраста. И это, конечно же, прекрасно. Halation бывает локальный и глобальный. Локальный определяет контуры, то есть вот свечение вдоль контуров. А глобальный halation – это вторичная засветка в среднем тоне. Глобальная диффузия, этот параметр регулируется. И изображение достаточно хорошо утепляется. Кстати, на портретах прекрасно это работает всегда. Но слишком сильно, конечно, не надо его увеличивать. Но в легкой степени крайне положительно сказывается на изображении и на ощущении пленочной картинки. До, после. Это глобальный до-после, который я с помощью пробела регулирую. Ну и, пожалуй, остался у нас блум. Блум – это тоже свечение, но другое. Не контурное. Оно более мягкое, более рассеянное в светлых частях. Вот, до-после. Слишком оно, конечно, в данном случае проявляется. Поэтому я его несколько снижу, его эффект. Я хочу увеличить его диффузию, то есть размер самого свечения. Но снизить его степень проявления, импакт. Давайте посмотрим до, после. Вот это вот легкое такое, как сейчас я сделал. Свечение, оно крайне на пользу идет. Можно, кстати, посмотреть, как это свечение отрабатывается в виде моды. Ну, то есть только на свечение посмотреть. Но в данном случае его плохо видно, потому что у нас очень маленький импакт. Вот я его увеличил, стало видно лучше. То же самое можно сделать и в таком же режиме, посмотреть, как холлэйшин работает. До, после. Да, вот такое легкое-легкое свечение мне вполне нравится. Наверное, глобально я все сделал. До, после. Возможно, что я бы еще немножко подкорректировал с позицию и сделал бы еще темнее. До, после. Так у меня лучше проявляется моя ракета. Да, пожалуй, все. Пожалуй, я закончил. Нажимаю ОК и получаю, собственно говоря, обработанную фотографию. Пожалуй, на этом сегодня мы закончим. Добро пожаловать. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...